Про ужин в ключе похудения Чтобы определиться с ужином для начала нужно проанализировать свой рацион за день В идеале, конечно же, лучше все спланировать заранее Что вы съели уже в достаточном количестве, а про что забыли Важно не только, что вы съедаете вечером, но и что и сколько съели в течение дня в целом Какого-то списка продуктов, которые абсолютно запрещены, нет Так же, как и нет абсолютно вредных продуктов Просто некоторые из них лучше употреблять изредка и в небольших количествах По тем или иным причинам Вечерняя еда должна быть легкой в ощущениях после трапезы Сытной, нежирной, неострой и не слишком соленой Калорийность ужина не должна превышать 25% от рациона Если ваша суточная калорийность 1500 калорий На долю ужина придется порядка 375 калорий Ужинаем не позднее, чем за 3 часа до сна Если у вас сменный график, сдвигайте, подстраивайте его под себя Единственное условие – предсказуемость вашего графика для организма Правило – до 6 работы только при отходе ко сну в 21.00 Белок и клетчатка обязательные компоненты ужина для всех Это могут быть нежирные сорта мяса, курятина, индейка, говядина, кратчатина, рыба любая, но не соленая Яйца, морепродукты, свежие овощи, помидоры, болгарский перец, огурцы, капуста, сельдерея, редиска, лук и много чего еще может присутствовать Отварные, тушеные, паровые и печеные овощи Консервация – зеленый горошек, кукуруза, нут, фасоль, салатная зелень и вообще любые листовые Молочная продукция – творог, кефир, натуральный йогурт, простокваша, легкий сыр, тофу, рикотта, ягоды и фрукты, апельсины, киви, ананасы, клубника, ежевика и многое другое При активном образе жизни, тренировках, физических нагрузках в вечерний рацион добавляют медленные углеводы Цельнозерновой хлеб, гречку, рис, опять же в рамках вашего КБЖУ Минимальное количество соли, как и в блюде, так и в самих продуктах, чтобы утро встретить без отечности Вспоминаем, что это за продукты Сыры, много соли, плюс довольно много жира Рыбные и другие консервы, соленая рыбка, снова слишком много соли Квашеные продукты, копчености, колбасы, снова слишком много соли Не перегружаем ужин жирами Совсем без них нельзя Жир в небольших количествах, как и клетчатка, позволяет удерживать сахар в крови В пределах нормы Если на ужин есть яйцо или рыба Не треска, а скумбрия То можно никакого жира не добавлять Если белок постный, то добавляем на выбор Оливковое масло или любое другое Немного семечек или орешков Авокадо Сразу же после вечерней трапезы не рекомендуется укладываться на диван Необходима легкая физическая активность Такой может стать прогулка с собакой Например, наведение порядка на кухне И другая бытовая активность Вот соответственно и все В целом вы должны ужинать так, чтобы утром у вас был отличный аппетит Ставьте лайк, подписывайтесь на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok